Давайте прочитаем место Священного Писания. Записано 1 Царств, 25 глава. «И умер Самуил». Вот по смерти Самуила в жизни Давида немножко изменения произошли у него, стали более трудные времена, потому что Самуил ему помогал. И вот что здесь пишется. «И послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрокам, зайдите на Кормил, пойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени. И скажите так. Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, ничего у них не пропало во время, во все время пребывания на Кормиле. Спроси слух твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидова и сказали Навалу от имени Давидова все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид? И кто такой сын Иесеев? Ныне стало много рабов, бегающих от Господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они. И пошли назад люди Давидовы путем своим. В этом повествовании мы явно видим такие два характера. Давида, мужа по сердцу Бога, и сына Иисуса, и отца Иисуса Христа, и Навала, израильтянина, который являлся Давиду братом, родственникам, близким, из одного народа. И Давид у него просит по этому тексту хлеб, воду и мясо, и не больше. Не просит ни осла, ни мула, ни коня, ни верблюда. Просит минимум. И просит, что найдет рука твоя. И представляет себя Давид в этом повествовании, в этом обращении, как сын, как раб. А в предыдущей главе он представлял себя Саулу, как блохай, как пес. Но Навал, будучи весьма богат и очень богат, это говорит Писание, у него было множество скота, три тысячи овец и тысяча коз. И также много было псов, потому что это необходимо. И он отказывается ему помогать, и ничто не хочет ему дать, ничего, ссылаясь на то, что он не знает его. Кто такой Давид и кто такой сын Иисеев? Но он прекрасно знал, кто такой Давид. Когда Давид произвел победу над Голиафом, знал весь Израиль и все филистимляне. Также он знал, что он тысячник у царя Саула. Тысячник нам сегодня ничего не говорит, так бы громко, а на нашем языке он был командующий батальоном, имел определенные звания и, возможно, какие-то имел хорошие льготы. Также Навал знал, что по обстоятельствам из-за одного Давида убито 85 священников, и это знал. Знал также, прежде этого события, когда он пришел, прося у него что-либо, он знал, как Давид спас Кииль. И знал также, что он и зять царя. А Иисей, отец Давида, он был самый старший из мужей в городе Вифлееме. Навал закрыл свое сердце на все добро, которое Давид делал ему. Это описано в 15 и 16 стихах. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, ничего не пропало у нас во время, когда мы ходили с ними, будучи в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, и во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Польза Давида была весьма велика Навалу, ему и его дому, но он закрыл свое сердце. Навал также знал заповедь, потому что он был израильтянином, и он был весьма благословен, потому что и знал принципы. Это написано во Второзаконии 15, 7, 8. И он знал такую заповедь. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог дает тебе, то ты не ожесточи сердце твоего, не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему, и дай ему». И это Навал тоже знал, прекрасно знал. Но так как он ожесточил сердце и не захотел ему дать, мы знаем конец, печальный, печальный конец. Его сердце стало как камень. Возможно, его Бог парализовал, и он 10 дней не двигался, не говорил, и в конце умер. Возможно, просто он был в сильном страхе, я не знаю, но конец его нам известен. А Давид был весьма смиренным человеком, и где он не находился, он всегда приносил благословение. Так же и Навалу. И Христос сказал однажды такие слова, «Какой отец, сын, когда попросит хлеба, даст ему камень?» И это как бы маленький, самый маленький минимум. Кто, когда откажет в хлебе? Кажется, парадокс. Но Навал все-таки отказал. Так же Христос говорил о богаче и Лазаре буквальную историю, какая была в народе израильском. Когда Лазарь просил не хлеба, а только крох. Он не просил ни хлеба, ни мяса, ни воды. Он просил крох. Так написано. И так как богач был тоже весьма богатый человек, и у него также были псы, это записано дальше, то псы богача служили Лазарю тем, что они снимали ему какую-то боль. И невозможно не вспомнить и самого Иисуса Христа от Его рождения до Гефсивмании, до распятия. Кого, когда Христос обошел, когда Его просили. Даже в Гефсивмании вот пришли Его брать, и Он там исцеляет. Висит на кресте, и там спасает, и делает добро. Поэтому перед нашим приношением мы, возможно, много слышали о десятинах, о приношениях, о добровольных пожертвованиях. Конечно, расходы в вашем доме, и в моем доме, это не добровольные пожертвования, это обязанность. И также, когда народ Божий собирается, и какие-то есть расходы за аренду, за аренд, за коммунальные услуги, это абсолютно не добровольные приношения, и это не помощь бедным. Это обязанность. За свой комфорт заплатить. Но мы говорим о помощи бедным и о заповеди Иисуса Христа, что это в жизни христианина особое служение, которое он может нести, и за которое он несет ответственность. И это проявление веры, когда нет таких дел, это труп, это навал. И если есть вера с делами, то это Давид. Это Христос показал хорошо в 25 главе, мы много об этом говорили. Поэтому сейчас мы будем молиться, и если мы когда-либо, я когда-либо неправильно поступал со своими приношениями, у нас есть сегодня время покаяться, и когда мы видим брата, упадшего, Христос никогда не описывал причины, почему он упал. Он заболел, или его жена заболела, или он побился, не может временно работать. Масса причин. Но он просит, он просит, невозможно не помочь, потому что у нас конец будет как у навала, так и как и у богача. Аминь. Будем молиться.